Мы с вами оказались в мире, который еще совсем недавно виделся невозможным. Где наша страна развязала агрессивную войну. Где наш контент в соцсетях, прилеты по мирным городам и новости о репрессиях. Где рядом с нами совершаются политические убийства и гибнут люди, которых мы знаем как наших товарищей и единомышленников. Между тем, о вероятности тоталитарного разворота государства, о захвате власти спецслужбами и о войне демократические политики говорили еще 30 лет назад. Они опасались новой волны насилия государства над обществом. Не готовы были соглашаться с тем, что интересы власти превыше прав граждан. Сегодня мы поговорим о политике, раз за разом предлагавшей планы, которые могли бы изменить будущее нашей страны. План люстрации, чтобы не допустить тоталитарного разворота. План мирных переговоров, чтобы предотвратить войну. О политике, которая стала жертвой громкого политического убийства. Сегодня вспомним одну из основательниц демократического движения в России, Галину Старовойтову. Поговорим о ее деятельности и взглядах. Обсудим ее смерть, с которой до сих пор не все ясно. Галина Старовойтова родилась 17 мая 1946 года в Челябинске. Отец ее был руководителем конструкторской группы на Челябинском тракторном заводе, где в годы войны выпускали танки. В 1948 году семья переехала в Ленинград, где отец Галины участвовал в разработке танка Т-64 и самоходных шасси советских луноходов. Получил за это Ленинскую премию. А также был директором и ведущим конструктором в НИИ-100, одного из главных институтов военной отрасли. Из-за деятельности отца семья Галины Старовойтовой была огражена пристальным вниманием спецслужб. Казалось бы, такое положение предполагало воспитание детей в духе верности социалистическим ценностям. Или что их хотя бы научат подчиняться тем нормам поведения, что были приняты в советском обществе. Но, вероятно, отипель сыграла свою роль, да и родители Галины проявляли редкую по тем временам либеральность. По воспоминаниям ее сестры и друзей, еще подросткам Галина Старовойтова отзывалась о советской власти, как о несвободе для общества и заводила друзей в среде диссидентов. Сестра ее вспоминала, что как минимум однажды отец отчитал Галину за неосторожное поведение, когда ту вызвали в КГБ на беседу. В представлении 17-летней Галины внимание комитетического было обосновано ее несоветскими взглядами. Вызов был совсем не страшным. С ней побеседовали, а потом отвезли домой и даже подали руку помочь выйти из машины. Галина сказала семье, «Чего, мол, бояться-то?» На что отец резко ответил дочери, «Дура, иди сюда, ты понимаешь, что этими же руками он на тебе замкнет наручники и будет мочиться тебе на лицо». К счастью, в то время протест юной Старовойтовой не привел к тяжелым последствиям ни для нее, ни для семьи. Но цену своей советской родине Галина знала с самой юности. Окончив школу, Галина решила продолжить семейную традицию и поступила в Ленинградский военно-механический институт. Но через три года передумала. Ее призванием оказались социальные науки, которые в то время считались непрестижными, неинтересными и непрактичными. Предполагалось, что все самое важное по поводу общества уже сказал Карл Маркс. А что не сказал он, то да сказал Ленин. Тема в целом исчерпана и закрыта. Че там изучать? В наше время, когда политологи становятся звездами, а интервью социологов набирают миллионы просмотров, сложно представить, до какой степени эти науки были заброшенными и непопулярными в советские времена. Так Старовойтова поступила на психологический факультет Ленинградского государственного университета. С отличием его окончила и в 1976 году, будучи аспирантом Института этнографии Академии наук, защитила кандидатскую на тему иноэтнические группы в современном городе. Она с головой погрузилась в научную работу. Ездила в экспедиции, изучала различные этносы, которые жили в Союзе. Татар, абхазцев, армян, их социальные структуры и межэтнические отношения. К концу 80-х центральная власть в СССР ослабела, обострились межнациональные конфликты, которые ранее были подавленными. Тогда страна впервые услышала о Нагорном Карабахе и о том, что у нее с этим Нагорным Карабахом есть проблемы. К тому времени Галина Старовойтова была общепризнанным специалистом по вопросам межнациональных отношений. Кроме того, с 1988 года Галина Старовойтова была участником дискуссионного клуба «Московская трибуна» площадки, на которой демократическая интеллигенция обсуждала основные проблемы перестройки от экономических и правовых до экологических. Интеллигенция пыталась выработать какую-то программу действий для демократического движения. В этой деятельности участвовал и академик Сахаров, и Виктор Шейнис, и Юрий Болдырев, и Григорий Явлинский, и Гарри Каспаров. Их очень обеспокоила проблема Нагорного Карабаха. На московской трибуне часто звучали предложения что-то сделать для ее решения. И в 1989 году Андрей Сахаров получил от руководства СССР разрешение. Он мог представить конфликтующим странам проект урегулирования. Сахаров сразу же пригласил в команду Старовойтову как эксперта. Вместе они совершили поездку в Армению и Азербайджан. Делегация под руководством Сахарова старалась в своем проекте учесть интересы обоих сторон. Особенно людей, живущих в самом Карабахе. Однако симпатии делегатов, как и симпатии самой Старовойтовой, были скорее на стороне Армении. Три четверти жителей Карабаха были этническими армянами, которые хотели присоединиться к Армении. В этом конфликте между жителями Карабаха, желающими отстоять право на самоопределение, и Азербайджаном, который боролся за суверенитет, демократически настроенные люди вставали тогда на сторону людей, живущих в Карабахе. Старовойтова так и писала по этому поводу. Карабахский инцидент видится мне как проявление оппозиции между обществом и государством. Конфликт быстро нарастал, и в этот момент, усугубив ситуацию, в Армении случилось сильное землетрясение, в котором погибли более 25 тысяч человек. Были разрушены десятки городов, сотни сел, а республика лишилась почти 40% своей промышленности. Воспользовавшись всеобщим смятением, командующий за Кавказским военным округом генерал Макашов по приказу советского руководства арестовал членов комитета Карабах, которые были участниками процесса урегулирования конфликта. С травой этого тогда написало армянскому народу письмо, назвав арестованных поименно. Мужайтесь, родные, не дайте отчаянию и безверию навек поселиться в ваших сердцах. Не дайте горе разобщить вас. Александр, Бабкен, Вазген, Ливон, Самвел, Хачик. Мы помним о вас в эти скорбные дни и поднимаем голос в вашу защиту. Это письмо стало в Армении широко известно, несмотря на то, что его нельзя было ни по радио услышать, ни в газете прочитать. Люди буквально переписывали его от руки и передавали знакомым. В считанные дни известность Галины Старовойтовой в Армении стала всеобщей. И когда в следующем, в 89-м году, прошли первые и последние альтернативные выборы в съезд народных депутатов СССР, граждане Армении выдвинули Галину Старовойтову кандидатом. Старовойтовой было не так легко согласиться на это движение. У нее уже была сложившаяся карьера ученого. А политическая карьера представлялась какой-то сомнительной авантюрой. Да и во движение от Армении Старовойтова вовсе не подходила на идеального кандидата от этой республики. Она была русской женщиной, которая всю жизнь прожила в Ленинграде. Но она знала тот регион. Она изучала его, дружила с людьми, которые там жили. У нее было представление о том, что она может сделать для Армении. Поэтому она все-таки решилась пойти в политику. В результате выборов Старовойтова набрала 75% голосов по Ереванскому национальному и территориальному округу Армении и стала депутатом. Съезд народных депутатов СССР, в который ее избрали, был первым в Союзе парламентом. Старовойтова вошла в состав фракции Межрегиональная депутатская группа. Это была первая в Союзе легальная парламентская оппозиция. Спустя год Старовойтова выиграла еще одни выборы и стала депутатом уже РСФСР от Ленинграда. Получается, была одновременно депутатом двух уровней союзного и российского, республиканского. Так Старовойтова стала политиком, и это определило всю ее дальнейшую жизнь. 9 лет с 89 по 98 год Галина Старовойтова была политиком в России. То было один из самых сложных периодов нашей истории. Тогда заново, с нуля, на коленке создавались государственные институты, право, формировались структуры гражданского общества и рыночные отношения. Старовойтова вместе с Сахаровым занимались правозащитой. Она была членом международной хельсинской группы и сопредседателем общественного движения, а позже партией «Демократическая Россия», которая в то время объединяла людей либеральных взглядов. Она стала советницей президента Ельцина по вопросам межнациональных отношений, участвовала в работе конституционного совещания, которое затем предложило проект конституции. В 95 году избралась в Государственную думу второго созыва. В 96-м инициативной группой избирателей была даже выдвинута кандидаткой в президенты России. Старовойтова не упускала ни единой возможности поучаствовать в политической борьбе. Она верила в демократию и в права человека. Больше всего Старовойтова запомнилось двумя эпизодами. Первым стал проект люстрации, который она предложила после путча 91-го года и продолжила настаивать на нем вплоть до своей гибели. Старовойтова считала, что бывшие партийные функционеры, бывшие сотрудники органов госбезопасности не должны иметь возможность занимать невыборные госдолжности и не должны быть допущены до преподавания в школах и вузах. В ее представлении это создавало возможности для тоталитарного разворота государства. О том, каким должен был стать проект люстрации, Старовойтова имела вполне четкое представление. Она писала. Это должен быть именно закон, а не совокупность отдельных актов просвечивания какой-то комиссии с неясными полномочиями первых секретарей на предмет того, кто из них на самом деле перестроился, а кто остался сталинистым-ленинцем. Более того, идея создания подобных комиссий не представляется весьма опасной. Их деятельность неизбежно будет стоять вне закона, подобно деятельности печально известных троек или особых совещаний. Это может быть только закон, не знающий исключений. Ни жестокий, ни суровый. Просто временные ограничения на право занятия некоторых государственных должностей, не более того. У этого проекта практически не было шансов на осуществление. Лев Пономарев, который в те годы вместе со Старовойтовой был сопредседателем демократической России, говорил, что претворить проект в жизнь можно было только если бы демократы действительно возглавили правительство. Илюстрация, по его словам, прерогатива победителей. А демократы ими не были. Вторым важным моментом в политической деятельности Старовойтовой было ее отношение к межнациональным конфликтам, в том числе к конфликту в Чечне. Она была уверена, что подобные проблемы могут быть решены без применения силы, особенно в начале, когда еще не пролилась кровь. Она пыталась наладить диалог между сторонами и в какой-то момент даже сама связалась с лидером движения за независимость Чечни Джохаром Дудаевым и предложила ему переговоры. Он обещал подумать, но затем Грозные отключили ее от правительственной связи. Позвонить ему снова стало невозможно. Когда война уже была развязана, хорошее отношение людей в том регионе к Галине Старовойтовой сохранило жизни более чем 200 российским солдатам. При ее посредничестве они были освобождены из плена. В 95-м году Старовойтова опубликовала в газете «Московский комсомолец» статью, в которой говорила, что войну нужно прекратить. Общество начинает привыкать к войне, находить в ней даже пользу. Родным погибших тоже легче думать, что жертвы не напрасны. Появляется новое солдатское братство, вроде афганского. Тех, кого забыла страна и кому надо отомстить за товарищей. Вот что страшно для наших и чеченских парней. Они убивают врагов. Они научились видеть друг в друге врагов, а это после пролитой крови быстро не проходит. Остановите эту войну. Разомкните смертельное объятие. И решение будет найдено. 20 ноября 1998 года Галина Старовойтова и ее помощник Руслан Линьков были расстреляны в подъезде дома на набережной Грибоедова в Санкт-Петербурге. Галина погибла на месте. Руслан Линьков получил ранение головы и шеи, но выжил и даже остался в сознании. Когда убийцы ушли, Линьков сумел набрать номер дежурной части и попросить о помощи. Однако диспетчер, услышав нечеткую речь раненого, решила, что он пьян и положила трубку. Спустя несколько минут полицию и скорую вызвали услышавшие выстрелы соседи. Это была пятница. День, когда Старовойтова обычно приезжала из Москвы в Петербург, где жили ее родители и где была ее общественная приемная. Старовойтова была депутатом Государственной Думы от Северного одномандатного округа Санкт-Петербурга и по выходным она принимала избирателей. В Пулково ее встретил помощник и по дороге домой она внезапно решила заехать к родителям. Тогда шла избирательная кампания в ЗАГСобрании Санкт-Петербурга, в которой участвовал список от общественного движения «Северная столица», где Старовойтова была учредителем. Так что выходные предстояли занятые и возможности встретиться с родителем позже могло и не оказаться. У родителей она пробыла минут 40, судя по воспоминаниям матери. А потом был тот подъезд и двое убийц, спускавшиеся на встречу со второго этажа. Убийство было очень резонансным, версий было множество. Предполагали, что Галина Старовойтова могла вскрыть коррупционные схемы в правительстве Санкт-Петербурга. Она предложила губернатору Владимиру Яковлеву публично отчитаться, на что пошла суда в размере 200 миллионов долларов, предоставленная на реконструкцию центра города. Также предполагали, что убийство было совершено с целью ограбления, в то время незаконной, но вполне обычной практикой было финансирование избирательных компаний наличными. Сразу появились слухи, ничем, впрочем, не подтверденные, что Старовойтова привезла в сумки из Москвы в Питер полмиллиона или даже миллион долларов. Но самые распространенные версии касались политической деятельности Галины Старовойтовой. Отношения с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским были, мягко скажем, наколены. Ее проект иллюстрации, как и другие ее инициативы, сильно не нравились КПРФ. А еще были националисты, вроде генерала Макашова, которые ее откровенно ненавидели за сочувствие к нерусским. В 2002 году был найден один из убийц и один из организаторов. Оба были осуждены на 23 и 20 лет. Много позже, уже отсидев несколько лет в тюрьме, организатор назвал имя заказчика, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР и по совместительству члена Тамбовской ОПГ Михаила Глушенко. Доказательства против него так и не было найдено. И Глушенко остался на свободе. Но спустя несколько лет он все-таки оказался в заключении по совершенно другому делу. И тогда внезапно признался в том, что заказал убийство Галины Старовойтовой, якобы по поручению Владимира Барсукова, Кумарина, лидера Тамбовской ОПГ. Убедительных причин убийства следствие так и не приводит. Вместо понятных мотивов речь идет о личных неприязненных отношениях и желании прекратить государственную и политическую деятельность. В начале ролика я говорил, что многое из происходящего демократические политики предсказали еще в 90-е. Но это вовсе не означает, что еще тогда мы ступили на кривую дорожку, с которой нельзя было сойти. Можно было. И тогда, и даже сейчас можно. Галина Старовойтова очень верно сказала, войну нужно прекратить. Прекратить ради будущего России. Да, она имела в виду не войну с Украиной, но суть та же. Наше будущее непредсказуемо, как и 30 лет назад. Просто тогда были тенденции, одну из которых верно ухватила Старовойтова и пыталась предотвратить, превратить в жизнь решения, которые свели бы риски к минимуму. Так следует поступать и нам. Сводить возможные риски к минимуму, насколько мы можем. Как только мы остановим войну, разомкнем это смертельное объятие, решение будет найдено. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok